Возьмем брусок из твердой пластмассы и жестко закрепим один из его концов на опоре, чтобы у нас получилась модель консольной балки. Если нагружать свободный конец этой балки подвешенными к нему грузами, возникающий прогиб по закону Гука будет пропорционален приложенной нагрузке. Первым задачу об изгибе консольной балки рассмотрел Галилео Галилей. Однако он еще не до конца понимал, что происходит с бруском при его изгибе. Пусть к свободному концу балки приложена сила F. Тогда балку в месте ее крепления пытается переломить вращающий момент M, равный произведению этой силы на длину балки. Как же балка сопротивляется этому моменту? Дело в том, что при изгибе балки ее верхние волокна растягиваются, а нижние сжимаются. Ну а по центру балки проходит нейтральный слой, который не сжимается и не растягивается. Растянутые волокна стремятся сократиться, а сжатые растянутся. В них возникают соответствующие напряжения. Именно эти напряжения создают внутри балки крутящий момент, уравновешивающий момент внешней силы. Положим два бруска один на другой так, чтобы они могли свободно сдвигаться друг по другу при изгибе. Чтобы деформировать сдвоенную балку до той же степени, что и одиночную, надо приложить вдвое большую силу, что в общем-то очевидно. А теперь склеим оба бруска между собой и снова установим их на опору. И получившаяся балка оказалась уже не вдвое, а в 8 раз более жесткой. Дело в том, что до склеивания нейтральные слои проходили внутри каждого бруска, а теперь нейтральным стал слой, по которому бруски склеены друг с другом. Сравним между собой балки единичной и двойной высоты. Во-первых, сдвоенная балка содержит вдвое больше волокон. Во-вторых, при таком же изгибе крайние волокна будут деформированы в два раза больше, и напряжение в них тоже будет больше в два раза. В-третьих, в два раза вырастет и плечо силы крайних волокон. Поэтому внутренний момент силы при изгибе балки увеличивается не вдвое, а в 8 раз. Так что в 8 раз увеличится и нагрузка, приводящая к такому изгибу. Поскольку центральные слои балки не работают ни на растяжение, ни на сжатие, значительную часть материала в этой области можно вообще удалить. И тогда балка станет во много раз легче, а ее сопротивление изгибу не сильно уменьшится. Балка такого профиля называется двутовровой. А еще можно заменить сплошную балку круглой трубой, как это сделано велосипедной раме. Природа пошла по этому пути, создавая полые кости птиц и стебли бамбука.